В Закарпатии незаконно вырубили целую дубовую рощу неподалеку от города Тячева. Рубили несколько месяцев, уничтожили сотни деревьев. Общая стоимость древесины под миллион гривен, но кто заработал, так и не установили. Наши корреспонденты продолжат. Вот такие кривенькие, тоненькие, никто ничего не вырубил. Вырубывали только красивую древесину. Активист Иван Фицай показывает, что осталось от столетней дубовой рощи, пеньки до срубленной верхушки. Забрали только ствол дуба. Лес рубили несколько месяцев. Впервые активисты забили тревогу еще в июне этого года. Тогда застали здесь дровосеков. Лесорубы показывали разрешительные документы на вырубку на совершенно другом участке. Активисты вызвали полицию. Почему не останавливают несанкционированные рубки? Подробности отправились выяснять в местный гослесхоз. Там заявили, дубовая роща не в их ведении. Это тот массив, где проходят рубки. Наша территория начинается, видите, где водили и не водила, наша территория находится дальше. Это неблагополучные, неблагонадейные какие-то граждане, которые не работают ни где. Ести им нужно и, видно, они вырубают. В лесхозе допускают, что дубовая роща принадлежит Тачевской объединенной громаде. Но и сельский голова уверяет, дубовая роща не принадлежит селу. Это даже не наша земля. Лес, но лесничество, держлесгосп, вы понимаете, оно не принадлежит нам. Вот понимаете, крайнего нет. Они лишь там вырубают, вырубают сюда. Вы себе не можете представить, машины без номера, без прицепа, без номера ходят. Никто никому внимания не вертает. Полиции по факту незаконной вырубки начали уголовное производство еще два месяца назад. До сих пор виновники не найдены. Да и собственника дубовой рощи назвать не могут. Активисты уверены, дело хотят замять. Ведь если не найдут собственника земли, то и потерпевшего, который понес убытки, нет. Всего в рощи срубили почти 250 дубов. По данным активистов, на продаже такого количества можно заработать около миллиона гривен. Андрей Кровец, Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область.